Так ты законодатель поддерживаешь. Нет, дело в том, что, смотрите, давайте просто по-разному вещам. Вот что такое мнение? Нюнизм – это от каждого способности, от каждого потребности. Вот вы поддерживаете эту форму? Конечно. Но она же ведет к уравнению. То есть, если человек... Представляешь, что при человеке рождается больше? Нет, все рождаются разными. У каждого разные способности. Но в человеке заложено в его инстинкте, что он всегда хочет хотеть больше, больше, больше. Но это же надо уравнять с его вкладом в обществе. А кому не позволяет это сделать? Подожди. Если ты хочешь что-то принести в общество, ну, так старайся... Знаешь, чем я занимаюсь? Я специалист по социальной реабилитации детей, употребляющих наркотических средств. Я алкоголь. Я не хочу говорить про детей, я хочу говорить про базовые понятия. А это и есть базовые понятия? Нет, вот есть социальные... Мы должны сейчас разобраться с теорией, с коммунизмом и социализмом. Вот с этим мы должны разобраться. Есть теория и есть практика. Конечно. Без теории нет практики. Без практики нет теории. Из-за того, что есть практика, невозможно построить коммунизм. Прилучими вообще невозможно. Потому что сейчас эту формулу невозможно реализовать. Да, привези страну, где есть коммунизм. Ну, каждому по потребности. Ну, каждый будет жевать по потребности. Там коммунизм? Конечно. Там социализм. В Китае. Вот в Китае что находится? Тоже развитый социализм. Социализм. Ну, они коммунизм. Почему? Может быть, они идут к этому? Какая там правительство? Коммунистическая партия. Как они могут идти к одному, а прийти к другому? Вот в Конституции записано, что они строят социализм? А, то, что строят, если человек строит дом, у него баня не получится. Вот иду к комуни Gracias, какие мы с ним... Не, сейчас, моя первая страна в мире. Китай по развитой экономике. Китаю Китаю. Ну, они строят социализм. Какая там правящая партия? Они, в Конституции записано, что они строят социализм. Это слово, коммунизм, это вообще арописк... Нет, они называются коммунистическое, а вот они знают, что они строят коммунизм. Нет... После социализма? Не возможно, не может быть коммунизм? Нет, китайцы не дураки. Они для себя, если бы они строили коммунизм, они бы написали в своих местах. Мы строим коммунизм. Они напишут через 5 лет. Зачем? Зачем ты за них говоришь? Зачем они напишут? Коммунизм это утопия. Это утопия. Это для вас не утопия. А вы что строите? Какую утопию? Мы строим социализм. Вы строите? Да. У нас партия есть. Народ очистен, духовность. У нас есть программа? Нет, у нас партия есть. Народ очистен, духовность. Я сейчас говорю. Партия НОТ. Народ, очистен, духовность. Есть программа. Пожалуйста, есть программа. Был учредительный съезд и так далее. Значит, это не партия. Это партия. Это партия. Нет. У него прошел учредительство. Движение НОТ и партия. Это две разные разницы. У меня к вам вопрос. Стоп, стоп. Не надо меня возить. Ваша партия зарегистрирована. Капиталистический строй зарегистрировал партию, который провозглашает восстановление социализма. Нет. Он пойдет против себя. Как? Почему? Потому что это реальная партия, которая предлагает изменить эту государственную стройку. То есть вы против Путина? За. Путин только что, буквально неделю назад, сказал, что мы будем строить общество, в котором главен будет человек, а не прибыль. А это общество социализма называется. Слушайте, он... Он мешал это делать 20 лет назад, когда он пришел к властью. А синий банкирщик? А не сто? А сейчас? Кто за 10 лет... Болгария 500 лет была под турками. Кто им мешал освободиться через 3 года? В властью в 90-м году президентом. В 99-м году стал президентом. А и 9 лет кто был в властью? Синий банкирщик? Хорошо, допустим. А на, например, он правящий руку, хотя он тоже не совсем далеко был, он был директором ФСБ, до этого был, в Питере руководил администрацией города. Сейчас, что... Вот хорошо, с 99-го года по 2022 год, что мешало Владимиру Владимир Владимировичу Путину привести нашу страну к такому же успеху, как Китай. Действующим властью страны. Владимир Владимирович Путин не является действующим властью? Согласно нашему институции, нет? Хотя, спасибо. У него даже нет права вета. Как он у него нет права вета? Это записывается... Он не является органом власти в стране. Нет, как раз мы, как раз очень хорошо встали. Вы не знаете... Наша страна именно президентская. У него вся полнота власти. Где это записано? Какой статье Конституции это написано, скажите? Статья 107, наша Конституция. Там написано, что у него право века. Все починяет. ФСБ, МВД, все получает. Только право века. Это кто вам такие сказки рассказывает? Зюганов это вам рассказывает? А вы кто вам рассказывает? Конституцию рассказывает. Откройте Конституцию, почитайте. 15-ю статью, 9-ю. Вы не знаете, что говорится в мире? Что это, не так что ли? Президент не является органом власти. Об этом Жириновский говорил, открыто причем. Ребята, вы займитесь реальностью. Он хотел дать наоборот президенту орган, причем проработать. Причем проработать. Чем вы занимаетесь? Освобождая отечество от врагов. Вас вы как? Вот так вот. Кто наши враги, которые работают на Америке. Хорошо. То есть вы сотрудник ФСБ? Нет, я не сотрудник ФСБ. Откуда такие выводы? Может, я сотрудник КГБ тогда? Почему обычно гражданин не может бороться с этой колонной? КГБ может? Где вы сейчас нашли КГБ? Где это структуру? Вот именно. То есть гражданин сегодня не может бороться за освобождение отечества, по-вашему? Он должен тогда работать в ФСБ? Кто ваш враг? Враг внешнего управления. Кто такая пятая колонна? Вот Зюганов, вот наш враг. Зюганов. Потому что... Тогда и я ваш враг. Я ваш враг. Вот вы меня... Вот ты за Зюганова просто по своей глупости идешь. Вот и все. По своей глупости. Я с 18 лет член Комсобова. Сначала был союз коммунистической молодежи, потом Ленинский союз коммунистической молодежи. А что ж тогда Зюганов ликвидировал Советский Союз? Ну, в партии. Почти их пять лет возглавляют местное отделение партии. Почти в Вене разваливали СССР? Зюганов лично участвовал в ликвидации Советского Союза. Да, конечно. Ну, а что? Ну, а кто? Ну, он же за пределом коммунистов Питера приехал и не вышел КПСС. Ну, он в то время служил в КГБ. Значит, мы и отделяем. А Зюганов в то время... Кутина Зюганова. Как раз-то... Ребята, вы вот честно с вами разговариваете, пытаешься что-то у вас разумное подцепить. А ничего не получается. Вот как с ведром. Мы его постоянно ловим на одном и том же. То, что в вашей голове разумно, это не является разумным. Нет, дело в том, что... Хорошо. Если вы перекручиваете истину, в чем разум? Нет, вот, понимаете, с вами разговариваешь и такое чувство, что как будто вы перекручиваете. Вот ты живешь нормально. Вот я его спросил. 95-й год, СРП, Зюганов и вся команда голосуют за. Че, не было такого? Чего? Ну, не было ли было? Соглашение разделе. Соглашение разделе продукции. Когда все недоры США перешли. Не было такого? Ну, тогда иди, изучай матчасть. Иди, изучай матчасть. Ну, вот что тогда говорить, раз ты не знаешь. А ты еще не знаешь. Ну, я что не знаю. С чем ты занимаешься по жизни? Я сказал, освобождай отечество. Ты чем занимаешься? Служишь Зюганову? Я... Для тебя отечество в каких границах? На сегодняшний день в границах российских границах. А границы... Вот, видишь, ты какой сепаратист и вскрылся. Конечно. Да. А у Зюганова отечество в каких границах? В границах РСФСР или в границах Советского Союза? А? Че? Все? Ответа нет или что? Нет. За Зюганова у меня нет ответа. За себя я... Зюганов это предатель и враг, который ликвидировал? Да, конечно. А Путин для вас не предатель и враг? Ну а что, украина-то не... Если б не Путин, уже в России не было. Еще раз. Понимаешь? Вы меня спросили, кому я... И тебя, может, уже давно не было? Я отвечаю вам. Чем я занимаюсь? Я работаю с детьми. Понятно. Я педагог. Педагог. Что ты детям рассказываешь? Вот именно. Что Зюганов такой классный парень, который ликвидировал отечество? Я не могу рассказывать про Зюганова про Путина. Потому что сегодня запрещено это законодательством. Что ты детям говоришь? Что? Что наркотики это зло. А, наркотики это зло. Вот знаешь, вот здесь вот... Вот тут вот, наверное, месяц назад раздавали вот такие брошюрки. Как они там назывались? Там, короче... Против наркотиков. Против наркотиков, что-то там такое. Да, и там очень подробно рассказывали. И там, понимаешь, вот эта брошюрка, на ней написано плюс 12. То есть, ребенок до 12 лет, который вообще не слышал, что такое наркотики и не знает. об этом. Ничего. Взял вот эту вот брошюрочку. Вот я только не знаю, может, ты тоже за этими брошюрочками тоже их раздаешь? Нет, не раздаю. Не раздаешь. Ну вот я конкретно вот по этому слушаю. Они, значит, тут раздавали. В этой брошюрочке написано все про наркотики. Какие они бывают, какое действие, значит, оказывают там и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это инструкция по употреблению наркотиков. Ребенок в 12 лет, который не слышал, не знает ничего, прочитав вот эту инструкцию, он будет знать все о наркотиках, и у него возникнет вот этого, послушай, у него возникнет, значит, желание попробовать, потому что запретный плод сладок. Ты это знаешь, поделаешься, чем я. Вот, то есть, вот такая вот пропаганда ведется за наркотики. Вот ты чем-то подобным занимаешься или как? Вот объясни. Я работаю под постановлением комиссии по делу и сочинениям. Это ребята, которые употребили наркотики или алкоголь, и ты определяет наш цель. С каких годов, ребята? Вот как раз в 12-13 лет начинается. А, то есть, все понятно. По той же схеме и ты работаешь. Все уходит, говорят, фотографироваться будем. Да. То есть, по той же схеме ты тоже работаешь. В 12 лет ребенок, который не знает ничего, ты ему все рассказываешь, да? Я правильно понял? Откуда, если он не знает, почему тогда употребил? Если есть соответствующее постановление. Потому что ты ему рассказал. Ты что, не понимаешь? Ну, ты ему рассказал об этом. Какое нахрен постановление? Ты что, о чем ты говоришь? А ты о чем говоришь? О каких постановлениях? Ну, если ты ребенку в 12 лет про наркотики рассказываешь, ты что делаешь? Он уже употребил. А, он уже употребил, да. Кем доказано? Да, наркологию. А, наркологию. Вы выяснили, что он употребил наркотики. Нормально, да? В 12 лет он уже употребил. А, ну что ты, ну это жизнь. А ты ему, значит, сразу все рассказал про наркотики. Какие они плохие. Реально помогать. Ну, ты борись с этим наркоманом. Он просто борется с... Мы боремся с корнем. А ты с листьями уже, того же, последствия. А, я работаю безусловно. Это последствия внешнего управления. А его надо убрать. А твой Зюганов и есть внешнее управление. Это не было, что началось наркоманом. Который голосовал по целой фракции против поправок в конституцию, вообще-то. Ты об этом не знал? Ну так вот, выйдите к народу Путину и скажите. Так, ладно, нам надо сфотографироваться. У нас много людей стало, детей употреблять наркотические средства. Давайте что-то сделаем. Давайте отменим внешнее управление. Давайте запретим партию КПРФ для начала. Как сепаратистскую. Вы сепаратисты. Кто мы? Вы сепаратисты. Вы что мы? Мы за единое отечество. КПРФ сепаратисты. Они ликвидировали Советский СССР вместе с Горбачевым. Вообще, ты знаешь, кто создал КПРФ? Кто? И в каком году? Ну, давай, говори. 15 февраля 92-го. Неправильно, 93-го. 93-го. Хорошо, это КПРФ. КПР СФСР. Они продолжательницы. На сайте КПРФ написано. Они продолжательницы КПР СФСР. Кто создал КПР СФСР? И в каком году? Ну, кто? Я вообще далеко. Ну, так какой же ты коммунист состоит? Элементарных вещей даже не знаешь. Я знаю Ленина. Я его знаю труды. Я знаю вас. Не знаешь, я скажу. 19 июня 1990-го года. Горбачев создает партию, коммунистическая партия РСФСР. Где был, значит, руководитель фракции Полосков, а этот идеолог партии был Зюганов. Он был идеологом в КПР СФСР. А для чего эта партия создалась? А почему ее не было до 1990-го года? Я про это ничего не знаю. Ну, так вот и разберись, кто такой Зюганов, откуда он всплыл. И тогда ты многое поймешь, что сегодня происходит. А кто, Федоров, ты знаешь, на кого он работает? На кого? На Чубайсе. Да ладно. Где еще Чубайсе? А где ты видел, где доказательства того? Да все, ну, он работал, его структурно все знают. Ну, где? Где доказательства? Есть? А у тебя где доказательства? Доказательства на сайте КПРФ написано. Ну, возьми, открой, почитай. Давай, откроем. КПРФ открывай сайт и читай. Это, кстати, пропаганда, запущенная спецагентами. О, конечно. Да, вот видишь, люди, которые борются за отечество, за освобождение, их поливает грязью. Такое, как Зюганов. Это понятно, что у нас есть и агенты влияния. Но вы поймите, что вы должны заниматься здесь, в России, заниматься, подниматься, поднимать страной. А вы ее разлагаете. Нет, для начала нужно изменить. Почему вы должны слушать ваш словесный... Да. Почему? Вы не хотите так, как вам хочется. А, и вас воспитывать так, как мне хочется. Почему Зюганов никогда не предоставлены документы? Есть баланская система. Есть американские нормативные документы, да, по которым ты работаешь. Ну, это так и поняли. Ну, ясно, короче. То есть КПРФ создал Горбачев, блин. Горбачев. Специально для ликвидации КПСС. С задачей они справились успешно. В 91-м году. В том числе и Зюганов, идеолог КПРСФСР. И, кстати, давай, давай. Вот где это что? Где КПССР? О партии там есть такое. Нажимай и читай. О партии КПРФ. Там написано, когда они создались, там, февраль 93-го. И право продолжательности, кого не является. Там все написано? Читай. Там вот именно, что этого нет. Ну, ты читай. Ты же открыл. Уже прочитал, конечно. Что там написано? Слушай, нет этого. Ну, что-нибудь? Ну, какой есть Горбачев? Никогда он не поддерживал КПРСФСР. Вообще, почему создалась Коммунистическая партия РСФСР? Почему она создалась? Ее не было никогда. То есть, да, были, в 14 республиках были эти партии. Только в РСФСР не было. Давайте, если хотите, диалог весьма. Я понял, товарищ Росфинский. Я понял, товарищ Росфинский. То есть, ладно, я заканчиваю просто. Значит, ее создали, Горбачев создал, для того, чтобы она была сепаратистская партия, чтобы расколоть КПСС. Они с этой задачей справились, в том числе и Зюганов. И за это ему дали ковришки дальше КПРФ. Февраль 93-го года. 15 февраля, как ты говоришь. Вот и все. Зюганов предатель. Неужели ты этого не видишь? Для вас он предатель. Что вы такого для нашей страны сделали? Мы сами запустили. Два миллиона подписей. Референдум запустили. А? 15 января 2020 года Путин запустил. Так, давайте сфотографируемся, потому что мы не закончим с этим идиотом разговаривать. Еще мягко скажу. Ну, идиот, идиотом. Ну, видишь, ну, как вот мозги промывает этим самым. Он весь аж трясся, когда разговаривал. Понимаешь, он кричит, да я 89-го года рождения. Да ты пацан еще вообще, 89-го года рождения. Если по ветру, чтобы флаги раскрыты. Так, все, ребята. Всем здоровья, всем добра, до скорой встречи.